Мемориалом заслуженного тренера СССР Генриха Приматова в Самаре уже много лет открывается большой баскетбольный сезон. С именем этого человека связано становление и развитие игры в регионе. Он создал 43 года назад куйбышевский строитель. Команда играла в высшей лиге. Продолжает традиции уже клуб Самара. Для баскетболистов это экзамен перед чемпионатом страны. В прошлом году они сдали его на отлично, выиграв Кубок Приматова второй раз подряд. А затем и чемпионат страны. В этом сезоне матч за Кубок против «Уралмаша» начался неудачно. Первую четверть выиграли гости 18-17. Но потом игра наладилась и на перерыв Самара ушла в роли лидера 41-38. Первый раз играем с «Уралмашем» в этом году. И, так сказать, узнавали их всю игру. И во второй половине начали играть более, так сказать, раскрепощеннее, жестче. И дало себе результат. Нам в любом случае надо добавлять и по физике, и в защите, и в нападение. То есть есть над чем работать. Работа над ошибками у самарцев началась с первых секунд второго тайма. Уже к середине третьей четверти стало ясно, кому достанется Кубок Приматова в этом году. Граждане вели 17 очков. А к концовке матча отрыв счёте составил разгромный плюс 28. Финальная сирена зафиксировала убедительную победу Самары 81-65. И третий год подряд клуб выиграл этот баскетбольный трофей. Всего же в 14 турнирах Самара победила 11 раз. Любая игра полезна, тем более соперники, они разные по игре, по игре в защите, по игре в нападении. Во втором тайме уже как-то больше, более перестроились в жесткой игре, где-то сыграли повнимательнее. Нейтральных мячей больше овладели мы, и от этого пришел результат. На этой неделе баскетбольная Самара ренится в бой уже в регулярном сезоне чемпионата страны в Суперлиге. Два первых матча пройдут дома. На МТЛ-арене горожане встретятся в пятницу 11 октября с московским МБА, а 14-го в понедельник с подмосковными химками. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.